Доброе время суток, уважаемые наши слушатели и зрители! Сегодня у нас в гостях очаровательная мама двух детей Дойна. Она приехала к нам с двумя детьми из Италии. И вот, Дойна, доброе утро! Мы рады тебя видеть и давай познакомимся поближе с нашими зрителями. Ну, несколько слов расскажи о себе, о том, какие у тебя детки замечательные, что же все-таки тебя сюда привело. И, ну, просто вот в двух словах, чтобы о тебе, как бы, узнали. Ну, вот, первое, как бы, ну, я мама такая, как, наверное, все мамочки. Такая, ну, энергичная, взволнованная даже через чур. Не все мамочки энергичные, но не важно. Для детей, как бы, вот всегда, вот, волнуюсь. И, ну, это тоже, как бы, на них влияет, вот, все это. Мамина через чур, вот, опека и все это. И... Ну, давай мы тогда начнем. Вот, старший ребенок у тебя кто? Лаура. Лаура, дочка, да? Да, дочка. Да, вот, как она себя чувствует? Ну, вот, Лаура прямо нормальная, такая здоровая, обычная девочка, очень красивая, веселая, да. Вот. Ну, и вот... И вот Давид. Да, появился второй ребенок. И когда вы с мужем заметили, что, ну, вроде бы, как, не совсем так, как должно быть. Ну, вот, он до трех лет, как бы, нормальный такой, развивался. Мы даже на это не обращали внимания. А потом, как Лаура в этот садик пошла, он сразу, вот, как бы, начал изменяться. И вот, около трех лет он уже говорил, вот, раньше. А потом, понемножку, вот, слова исчезли. Вот он иногда, вот, всегда пытался, как бы, там, в стороночку, там, один, чтобы играться. И вот, закрылся, и все. А вот с вами, с семьей, с сестрой контакты были, он как-то выходил на какие-то контакты, на игру, на общение. Вот, когда прямо около трех лет, и после трех лет, он прям, его позовешь, Давид, и он даже и не смотрит, даже вот не поворачивается, и прям вот как blackout, или не знаю как. Ну, да, как бы, вот, отрешился от внешнего мира. Да. Прошу прощения, в результате, вот, диагностики и лечения, которые произошли здесь, была ли выявлена причина, и были ли видимы даже главные результаты этого? Ну, у него, вот, как всегда, вот, если посмотришь на него, я даже, когда он маленький был, у него, вот, голова, ну, голова, вот, растет ребенок, а голова какая-то все время больше и больше. Вот, я спрашиваю педиатра. То есть голова росла быстрее? Ну, как бы, побольше нормальных размеров, вот, и, я спрашивала даже у педиатра, это нормально, они все, ну, как бы в норме, в норме, в норме, в норме, оказывается, не в норме, у него же видно, что голова как у папы, но они, шляпы, и папе идет, и ему тоже. Ты имеешь в виду, что по размеру такая же у папы? Да, по размеру такая же у папы, но это же ненормально все равно. Да, ну, это есть симптом такой, который называется гидроцефалия, за счет увеличения внутреннего содержимого кости черепа расширяются, и, соответственно, увеличивается размер, это не неврологическая проблема. Скажи, пожалуйста, вот вы, мы подойдем к тому, что начал говорить Давид постепенно, скажи, пожалуйста, вот вы стали, как я понимаю, да, вот волноваться, что-то искать. Да, да, мы прямо сразу к неврологу. И что говорили вам, да, что говорила вам официальная медицина? Ну, сперва они говорили, что, ну, подождите еще пока, вот, неясно. А сперва к неврологу, потом они там нам, нас вот отправили в такой центр специальный, где вот для аутистов, и тоже смотрели на него. У него как бы рефлексы сначала были, а потом все, вот, два года назад нам прям дали. Вот и... То есть происходило ухудшение. Сейчас, секундочку, я хочу обратить ваше внимание и вспомнить рассказы предыдущих родителей, и везде получается одно и то же. Смотрите, то есть, понятно, нормально, что родители начинают что-то видеть, что-то чувствовать. И всегда, всегда им говорят одно и то же представители официальной медицины. То есть они говорят, подождите, это норма, может быть, еще и будет, и так далее, и так далее. Давайте подождем. Да, время теряем. Вот, и в результате теряется время, которое потом приходится очень сильно нагонять. К чему это я говорю? К тому, что ощущение родителей, потому что реакция родителей первая, самая, она самая правильная. И не надо ждать, тут нечего ждать. Саму ничего не пройдет. Так вот. К сожалению. Да, так вот, вы ждали, ждали, и в конечном итоге, что вы предприняли дальше. Как вы натолкнулись на Давида? Ну, вот твой муж. Не знаю, вот он... Вот опять, кстати, да, не первый раз инициатива отходит от папы. От папы, потому что он как бы... Ну, я тоже искала, но он тщательно там все искал, и смотрел видео, и смотрел, вот что другие родители говорят. И мне вот потихоньку начал рассказывать, вот смотри, вот у этих, у Ахана, ну, там много. И вот как бы я смотрела, ну, я не знаю, я не верила. Да, и как бы состояние такое, что вот прямо, ну, не знаю, ну, чудо же, говорят, не может быть. И вот ничего не произойдет, надо смириться, надо все это. И как бы я боялась в какой-то мере верить, и вот не знаю. Ну, так и что же все-таки подвигло? Муж заставил? Нет, не заставил, вот муж, он просто мне тольчок так даст, и я потом вот сама подумаю. Это то, что Давид называет пинок. Да, и думаю, потом я тоже начала вот смотреть и видео, и вот, и даже медитации Йосефа, и вот, ну, я потихоньку начала вот как бы в это верить, и, ну, да, и думаю, попробуем. Попробуем, это же что-то новое, это обязательно вот что-то изменится, я как-то не знаю, я в это верила, что вот будет что-то. Надо попробовать, потому что будет что-то, это не... Ну, так и попробовали в конечном итоге, и что же все-таки произошло? Ну, вот сейчас уже Давид, мы уже заканчиваем, ну, как бы наши, но все равно, вот я вижу, что у него, во-первых, взгляд... Вы дистанционно работали? Ну, дистанционно не очень работали, потому что, как бы, я хотела побыстрее вот тут прийти, чтобы это, как бы, быстрее помочь. Ну, вот вы приехали сюда, давайте, вы уже здесь, у нас, ну, почти три недели заканчивается ваше... К сожалению, да. И давайте вот мы подведем итоги того, что же здесь все-таки произошло за эти три недели. Предварительно я еще раз хочу, чтобы прозвучало, сколько времени вы пытались что-то сделать до того, как приехали? Два года уже. Два года. Два года. И три недели, да? Смотрите, два года, с одной стороны, результат практически нулевой. Потеряли два года. Вот. С другой стороны, три недели, казалось бы, что срок. И что же произошло? У Давида вот прямо видно, что голова вот тут, видно, что вот стало как бы меньше, не знаю. То есть вот интересно, да, все-таки я еще раз напомню, что я врач, представитель официальной медицины, и с точки зрения официальной медицины, ситуация, которая, в принципе, не может быть, потому что если кости, скажем, они где-то могут, ну, представьте себе, что они могут расти, кости черепа, да, с возрастом ребенка, то уменьшаться, ну, как бы невозможно. Когда у нас на глазах и на глазах у родителей меняется форма черепа, но увеличение, как у Алихана, например, когда они были... Ну, увеличение, да, увеличение, вот, да, а уменьшение... Ну, как бы я его каждый день вижу, но все равно вот заметно, что вот эта сторона как бы не так уж плоская, вот была там прям плоская, а сейчас уже изменилась, ну, уже видно, что... Так, ну, вот с формой черепа, да, мы разобрались, хотя, в принципе, это, наверное, была основа, это то, что мешало полноценному развитию коры головного мозга, да, 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 вот я, как говорится, с языка снял, действительно, вот это вот изменение внутричерепного давления, изменение системы жидкости в коре головного мозга, которая, собственно говоря, и регулирует развитие ребенка, она становится... Ну, приходит в норму, она стабилизируется и дает возможность ребенку развиваться. И что же все-таки с Давидом происходит? Ну, он сейчас вот на меня смотрит, я, он как бы, раньше ему я вот читаю, и вот прям он уходит, у него нет терпения, а вот сейчас прям молитвы я ему вечером читаю, и он сидит так и смотрит, и долго притом смотрит на маму, и смотрит на него, и удивляюсь, как бы, он это раньше не любил, да, он слушает, вот он слушает. А как с контактом? А вот еще мы пытаемся еще язык, у него вот получается уже, и я ему, конечно, телефон за это как подарок. Вот такой вопрос хитрый, да, на каком языке? На каком языке вы с ним общаетесь? Ну, пока на итальянском, на молдавском, ну, то, что он, как бы, знает, что он понимает. То есть, я к чему это спрашиваю, не на одном языке, то есть, он практически одномоментно, ну, где-то там на двух, а то и на трех языках, и он... Мы с ним говорим по-русски, и он, собственно, понимает. И он воспринимает. Кстати, вот это вот тоже особенно, да, попробуйте с ребенком, вот, который вообще не говорил, говорит сразу на низких языках, и он на каждом языке, он воспринимает то, о чем говорит. То есть, это говорит о чем? Это говорит о том, что у ребенка, на самом деле, скрыты очень большие способности. То, о чем мы говорим всегда, и в каждом интервью это подчеркивается, что у таких детей, они, на самом деле, гораздо более способные, чем, ну, средний ребенок. Поэтому, видите, одно момент. Ну, расскажи еще, интересно, все-таки, три недели вы уже здесь, и какие сдвиги произошли? Ну, вот даже когда вот приехали, ну, в самолете, я бы ожидала, что вот четыре часа, это же тяжело даже для взрослого. Ну, он совсем хорошо себя вел, вот даже вот у меня, наверное, там мысли уже начинали меняться, и вот он на это среагировал вот сразу. Да, интересно, слово прозвучало, я еще до этого не дошел. Что значит, начали меняться мысли? То есть, ты хочешь сказать, что ты сама начала меняться уже сама, Лёша? Ну, я надеялась очень на это, что вот я приду, ну, буду меняться не только для него. Так, понятно, процесс, процесс пошел. Так, ну, все уже страшное позади, да. Так и что же все-таки в тебе стало меняться? Ну, я как бы, мне даже Юсефе вот в благодарстве особое, потому что она как бы вот толкнула меня, что вот думай об этом. О чем? Чтобы вот, как бы, контакт мамы с сыном особый, вот, с любым ребенком. Ну, я подумала, я как бы дала себе отчет в этом, что вот я что-то там где-то там неправильно. И вот сейчас я начала думать об этом, я как бы вот пытаюсь сдержаться, вот, где я раньше вот ошибалась. И вижу, что он на это очень хорошо реагирует. Вот он, весь мой стресс, весь мой, мое вот состояние, он всегда вот чувствует. Вот еще раз, смотрите, что Дойна говорит, это очень важно. То, что состояние мамы, да, напряженность, стресс, вот, вот, да, оно не просто, как бы, ну, мешает, не просто делает ребенка, скажем, каким-то тоже впечатлительным, нервным и так далее, оно не дает ему возможность развиваться. То есть оно тормозит, выздоровление тормозит, развитие ребенка. И как только мама начинает, да, вот я озвучиваю, начинает успокаиваться, начинает воспринимать ребенка как здорового, ребенок сразу начинает меняться, причем это происходит очень быстро. Вот, да, чуть-чуть об этом, что же все-таки в тебе стало меняться, как ты стала относиться к Давиду? Вот, пытаясь быть не так нервной, не так вот, чтобы сразу он сделал, чтобы сразу он отреагировал, я пытаюсь вот ему объяснить понемножку, что вот так нельзя, так некрасиво, понемножку, вот, скальмой как бы. И вот он лучше как бы понимает и лучше вот, естественно, реагирует на вот, на объяснение и как бы на меня посмотрит по-другому. И вот не заорет, если бы я его в туалет, например, Давид, сходи в туалет, он как бы, если я ему вот потихонечку скажу, так он пойдет и вот без всяких там историй. Ну вот, прямо видно, что... А раньше такого нет. Да, вот раньше он прямо бесился, когда я ему, Давид, давай сходи в туалет, потому что, ну, бывает проблема, что вот... И я, когда ему говорила, он прямо как зло вот бесился и вот пошел... Ну, реакция, какая мама, такой ребенок был, на самом деле. Оказывается, очень... Вот. Так вот... Как в зеркале прямо. Мы к этому приходим, иногда спрашивают, вот мы же привозим, как бы, говорим о том, что болеет ребенок, зачем надо лечить маму, зачем надо лечить папу. Вот что ты по этому поводу скажешь тем, кто нас сейчас смотрит? Вот на себе прямо я почувствовала, что вот если мама... В моем случае, потому что папа у нас дома, вот если мама спокойная, если мама вот думает, что вот... Если мама здоровая, не только физически, но и духовно. То вот и ребенок по-другому реагирует, по-другому вот на мир смотрит и вот на окружающих и... Ну и какие у вас планы, вот вы скоро уезжаете, да, и какие у вас планы на дальнейшее, вот в конце мы скажем, да? Ну на дальнейшее вот мама к психологу, конечно, вот будет, попытаясь вот обратиться, чтобы все равно то, что там не до конца там... То, что мы здесь не успели. Да, да, да. Три недели, три месяца. Там нам место там поставить и успокоиться до конца, как бы вот, чтобы дать ему шанс на жизнь. Дать ему шанс, что вот мама его любит все равно по-своему, каждый мам вот любит ребенка. И вот я думаю, что если я вот буду спокойной, если я буду вот для него обычной нормальной мамой, не то, что вот мама, которая... Ну и то, что он, его восприятие как нормального здорового ребенка, да? Вот. Ну, пожелаем Доне, пожелаем ее семье, вот чтобы это произошло, чтобы это состоялось. Счастья и радости. Спасибо. И надеемся, что вы еще к нам приедете, ну и довести до конца и просто в гости отдохнуть, посмотреть еще... Потому что тут очень красиво. И уже приедете, да, приедете в здоровом состоянии, в нормальном состоянии, спокойные, радостные, счастливые. Мы вас будем ждать. Вот, как говорится, желаем вам всего доброго. Да, спасибо вам всем огромное. Даже сразу вот пришли и сразу вот как будто были знакомы уже до этого. Спасибо. Мы, может быть, и были где-то там. Где-то, да. Очень приятно. Вот, всем спасибо. Особенно вот. Вот. Всем, как бы, по очереди. Вот. Ну, всего доброго, Дуина. Счастья, здоровья. И мы желаем всем остальным, как говорится, того же. До новых встреч, до свидания еще раз. Спасибо. Спасибо. Спасибо вам. Счастливого пути домой. Спасибо. Вот, чтобы все было хорошо. Спасибо. 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 Спасибо.